Дорогие друзья, послушаем несколько слов из деяний преподобного Паисия Святогорца, а также несколько его слов, сказанных нам в назидании. Господь всегда посылал старцу за его нестяжание все необходимое. Однажды он отдал свою майку нищему и сам остался лишь в подряснике. По дороге он зашел на почту и обнаружил, что там его ждет посылка с майками. Однажды старец отдал замерзавшему человеку свой свитер. Как только посетитель ушел, в дверь снова постучали. Это был другой паломник. Он принес старцу посылку, в которой был свитер. Как-то раз старец увидел, как какой-то человек ходит вокруг его кельи с явным намерением ее обокрасть. Старец подумал, должно быть несчастный, испытывает нужду, и ушел из скаливы, оставив дверь открытой. Вор свободно зашел внутрь, но нашел в келе лишь соломенный матрас и несколько предметов самой ничтожной стоимости. Вор раскаялся и не только попросил у старца прощения, но и сам принес ему продуктов. Однажды, идя по дороге, старец увидел большой гриб. «Слава Богу!» — сказал он. «На обратном путь я его срежу и приготовлю себе на ужин». Возвращаясь обратно, он увидел, что половину гриба съело какое-то животное. Старец вновь возблагодарил Бога. «Слава Богу! Значит, мне надо съесть не целый гриб, а половину». Он взял половину гриба. Когда утром следующего дня он вышел во двор своей кельи, то увидел, что вокруг выросло много грибов, и снова возблагодарил Бога. Особое внимание старец уделял отношениям с ближними. Он говорил, «Когда мы жалуемся на своих ближних, тем самым ропщим на Бога». Один брат спросил старца, «Каковы признаки подлинной духовной жизни?» Старец ответил, «Залог того, что кто-то ведет подлинную духовную жизнь — это большая строгость к себе самому и много снисходительности к другим». Некто спросил старца, «Как вести себя с братом, когда тот раздражен или разгневан?» Старец ответил, «Если кто-то раздражен, лучше не пытаться заговорить с ним, пусть даже и по-доброму. Он похож на раненого, которому даже ласковое поглаживание раздражает рану. Только молчанием ты его обезоружишь». И еще говорил, «Если мы обличаем кого-то от любви с болью, то независимо от того, понимает он нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение, потому что нами двигает чистая любовь. А обличение без любви с пристрастием делает обличаемого зверем, потому что наша злоба, ударяя в его эгоизм, высекает искры, как сталь в зажигалке высекает искры из кремня». Продолжение следует...